Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всю Китай. Сегодня у нас на обзоре смартфон уходящей эры китайского смартфона строения. Смартфон от компании THL. Данная фирма была известна еще до Xiaomi, до Meizu. Данный бренд был одним из самых популярных в Китае. Но сейчас они почти умерли. Ну, раз там в год или два раза в год они что-то там выпускают. И они выпустили этот смартфончик. THL. Рыцарь 1. Названия, конечно, необычные. Смартфон с двумя камерами. Это уже не новость. Я решил заказать. Ну что, давайте узнаем, нормальный или нет. В плане дизайна здесь все неплохо. Фронтальная часть это вылитый Meizu. В плане эргономики не все так хорошо. Смартфон слегка длинный. Но благодаря относительно тонкому корпусу 8,2 мм смартфон неплохо сидит в руке. С фронтальной части мы имеем 5,5 дюймовый Full HD дисплей с 2,5D стеклом. Фронтальную камеру на 8 мегапикселей с интерполяцией до 13. Разговорный динамик и светодиодный индикатор уведомлений. Снизу одна механическая кнопка домой с встроенным сканером отпечатка пальцев. И по бокам от нее две сенсорные кнопки с подсветкой. Задняя часть смартфона комбинированная. Снизу и сверху пластиковые накладки, которые не отличаются по цвету. По центру алюминиевая крышка, на которой расположились два глаза камер. Основная на 13 мегапикселей с интерполяцией до 20. И дополнительный модуль на 2 мегапикселя. Выглядит, конечно, смешно. Сверху в гордом одиночестве расположился разъем для наушников. Снизу microUSB для зарядки. Перфорация основного динамика и микрофона. С левой стороны смартфона расположился только комбинированный слот для сим-карт. Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости. Сборка в данном смартфоне отличная. Нареканий нет. Все посажено хорошо. Смартфон не скрипит и не люфтит. В целом мне все нравится. Дисплей. Да, он мне понравился. Но, как всегда, есть претензии. Минимальная яркость завышена. К максимальной претензии нет. То есть даже в солнечный день все видно. Углы обзора максимальные. Картинка приятная. Тач на 5 касаний. В целом мне все нравится. Звук не удивил. Основной динамик громкий, но по качеству он намного хуже, чем в Redmi 4X. Касаемо звука в наушниках, то же самое. Звук плоский. Громкости не хватает. Тот же Redmi 4X звучит намного приятнее и громче. Разговорный динамик нормальный, есть запас громкости, собеседника слышно хорошо. Микрофоны также работают отлично, собеседники не жалуются. Также сеть ловит хорошо, то есть как звонилка смартфон подойдет. В плане производительности здесь все скучно. MTK6750T. 3 гигабайта оперативной памяти и 32 встроенной. Все работает на Android 7.0 с минимальными косметическими изменениями. Система работает стабильно, обновления приходят последние за июнь месяц. В целом по работе смартфона претензий нет, но с играми все плохо. Простые игры будут идти нормально даже на максимальных настройках, но что-то интересное типа танков, GTA, там все будет на минималках. И то, то есть Full HD разрешение и MTK6750T несовместимы. За автономность отвечает аккумулятор на 3100 мАч. Да, немного, на деле хватает максимум на день средней нагрузки. Видео можно смотреть 5 часов 40 минут на максимальной яркости. Одна сим-карта без Wi-Fi, фильм скачанный на смартфон. В игры можно играть 2 часа 45 минут на максимальной яркости. Одна сим-карта плюс Wi-Fi. Заряжается смартфон долго за 2,5 часа. Большим разочарованием для меня стали камеры. Фронталка на 8 мегапикселей с интерполяцией до 13 показывает себя на уровне фронталки Xiaomi Redmi 4X, который стоит 100 баксов как бы. Но это лично мое мнение, свое пишите в комментариях. Основная камера у нас состоит из двух модулей. Главный на 13 мегапикселей с интерполяцией до 20 и дополнительный на 2 мегапикселя. Итак, боке ужасное, посередине круг в фокусе, все остальное размытые и качество никакой вообще. Обычный режим также не порадовал. При хорошем освещении можно еще что-то получить. Но экспозиция очень сильно прыгает. Лично мне не понравилось. Ради интереса сделал сравнение с Redmi 4X, который можно купить за 100 баксов. Ну вы сами видите, что получилось. Напишите в комментариях, кто вам понравился больше, Xiaomi или THL. Ну и напоследок, сканер отпечатка пальцев мне понравился. Хорошо работает, быстро, шустрый. Кнопку нажимать не нужно, сканер всегда активен. Ну что, друзья, если все суммировать, то мне смартфон не понравился. Он меня, к сожалению, разочаровал. Я думал, что данное чудо это будет бюджетный камерафон. Потому что на бумаге очень хорошие характеристики, но на деле нет. Увы, увы, увы. Нет, мы получаем обычный китайский смартфон третьего эшелона и все. То есть за 140 баксов, за 150 баксов можно купить Xiaomi Redmi Note 4X, который будет намного круче. Snapdragon 625, камеры будут лучше. То есть, ну это, ну я не знаю, что это. Это седьмой Android, 3 гб оперативной памяти, 32 встроенной, тонкий корпус, как бы металлический у нас корпус, да, сверху и снизу вставки. Да, неплохой дизайн, быстро работает, но нет изюминки, нет фишки. Это просто обычный, незаурядный смартфон от китайцев и все. Лично мое мнение, я не советую покупать данный смартфон. Если бы он стоил 100 баксов, да, пожалуйста, претензий нет. Но за 150 баксов нет и еще раз нет. Компания почти умерла и покупать смартфон не стоит, потому что он стоит максимум 100 баксов. Все, это предел данного смартфона. Поэтому лучше смотрите на других китайцев, а данное чудо, ну, проходите мимо и все. Ну а с вами был Димон, канал Всю Китай. Конечно же, ссылку я оставлю в описании на данное чудо. Также пользуйтесь кэшбэк-сервисом EPN. Всем удачи, всем пока!